Уважаемые коллеги, добро пожаловать на нашу седьмую лекцию по гистотехнике. И так как основной инструмент исследования в гистотехнике, в гистологии, это все-таки световой микроскоп, то нам нужно будет в будущих двух лекциях, седьмой и восьмой, рассмотреть теоретические основы микроскопии. На этой лекции мы с вами рассмотрим основы оптической микроскопии проходящего света. Мы с вами поговорим о таких понятиях, как разрешение, как правильная настройка микроскопа, рассмотрим компоненты, из которых он состоит. И если вас этот курс заинтересует более подробно, то некоторые основные вещи рассматриваются в отдельном курсе. Это визуализация биологических объектов, оптическая микроскопия, которые также будут скоро доступны на этом канале. Итак, оптическая микроскопия использует в качестве объекта, который, условно говоря, зондирует наш объект, свет. Видимый свет – это электромагнитная волна, это, в общем-то, из учебников известно. И то, что нам нужно будет знать, что определение видимого света для нас будет примерно от 400 до примерно где-то 760 нанометров. Понятно, что мы выразить можем, так как скорость света конечна, длину волны либо в нанометрах, или в других метрических единицах, либо в герцах, ну, в данном случае терагерцах. Самое важное для нас в этом слайде – это, первое, то, что энергия света будет зависеть от длины волны. Причем, если у нас в два раза больше, скажем, длина волны, в два раза длиннее, то энергия в два раза меньше. Это более важно при работе, например, с живыми, конечно, объектами, чем с гистологическими. Потому что для живых объектов понятно, чем меньше будет прожидающая способность света, тем такие объекты смогут дольше жить. Но также нам это понадобится и для понятия феномена цвета. И следующий момент, что на самом деле электромагнитная волна, почему так называется, что она имеет два компонента – электрический и магнитный, они взаимоперпендикулярны и распространяются в каком-то определенном направлении. Какие свойства света нам могут пригодиться в микроскопии еще? Ну, во-первых, у нас может быть пучок лучей сходящийся, расходящийся или параллельный. Если пучок лучей у нас с вами параллельный, то такой луч можно назвать коллимированным. Все отдельные лучи в данном большом луче у нас идут абсолютно одинаково. У нас может быть еще расходящийся луч, который будет из одного, скажем, точечного источника света во все стороны идти. И если мы с вами возьмем двояко выпуклую линзу, то мы получим с вами на первом этапе пучок сходящихся лучей. Следующее свойство – амплитуда. Ну, собственно говоря, здесь можно сказать, что она коррелирует с интенсивностью света. Но есть один нюанс. Для нас восприятие, как и для многих наших, на самом деле, сенсорных органов, неоднозначное в том плане, что увеличение амплитуды в два раза – это не увеличение яркости, воспринимаемой нами в два раза. А более правильно можно было бы записать то, как меняется восприятие яркости нами при изменении, скажем, энергии света. Вот такой вот формулы. Посмотрите, здесь амплитуда будет уже стоять в квадрате. То есть это означает, что если мы, скажем, увеличим с вами, как нам кажется на первый взгляд, яркость света в два раза, на самом деле количество энергии, которое у нас попадает на препарат, мы увеличили в четыре раза. Кроме этого, ведь на самом деле нам важно в микроскопии не конечная яркость света на препарате, а возможность развлечения отдельных деталей. И здесь есть две вещи, которые нам могут помешать такое развлечение сделать. Во-первых, оптическое разрешение микроскопа, мы об этом поговорим буквально через несколько слайдов. И второе – контрастность. Человеческий глаз не способен воспринять хорошо объекты, которые различаются по яркости очень слабо. Например, на 1-2%. Вы помните, что если мы, например, с вами будем смотреть белый цвет и менять его яркость от черного до белого, то мы сможем распознать где-то порядка меньше 100 оттенков такой яркости отдельно. И, конечно же, здесь проблема лежит именно в контрасте. Таким образом, мы должны как-то контраст тоже в виде формулы выразить. То есть, понятно, что определений контраста может быть много. И для нашей микроскопии проходящего света наиболее правильным, наверное, определением, подходящим было бы определение как разница между яркостью объекта и яркостью фона, деленную на яркость фона. Вот эта формула. И здесь становится понятно, что на самом деле общая яркость-то нас не так волнует, как то, чтобы у нас от фона объект сильно отличался. Либо объект много света поглощал, за счет чего он был более темным, и тогда вот эта часть формы у нас менялась. Либо у нас фон был бы черным, а объект бы на этом фоне немножко выделялся. То есть, даже если у нас объект слабо светящийся, но фон абсолютно черный, если достаточное количество света для восприятия глазом, контрастность будет хорошая, различим мы их очень хорошо. Для некоторых других вариантов микроскопии, которые в этом курсе мы, наверное, рассматривать не будем, важны еще некоторые свойства света, такие как когерентность, такие как возможная монохроматичность, и, конечно же, поляризация. Кстати, поляризация для гистологических исследований проходящего света также нашла свое применение в методах окраски, например, конго-красным, когда именно меняется, то насколько изменяется поляризация при прохождении через наш окрашенный препарат. Ну и напомню, конго-красный – это краситель, который позволяет увидеть и использовать в диагностике амилоидов в ткани. Однако, как я уже говорил, нам понадобятся две формулы, которые мы с вами сейчас объяснили. Нам понадобится амплитуда и коллимированность. Это основные понятия, которые мы сейчас будем использовать. И мы с вами подошли, зная теперь про длину волны света, к понятию уже восприятия цвета нашим глазом. На самом деле, цвет – это феномен больше психосенсорный, чем просто физический. Почему? У нас в нашем органе зрения есть в норме три типа колбочек. Условно их можно назвать коротковолновыми, средневолновыми и длинноволновыми. Их, если подписать правильно, это будут колбочки, которые называются long wave L, short wave S и medium wave M. Условно можем назвать их очень жаргонно, как синий, зеленый и красный. Почему жаргонно? На самом деле, потому что, если мы посмотрим на спектр, и здесь я должен сделать некоторое исправление этого спектра, потому что здесь не дорисована эта часть, мы с вами увидим, что, например, колбочки, которые отвечают за красный свет, на самом деле, имеют максимум вообще в оранжевом. Посмотрите на длину волны. 600, 550, 500, то есть 550 нанометров – это где-то их максимум. Казалось бы, красная колбочка воспринимает оранжевый. Зеленые колбочки имеют максимум где-то около 500 нанометров. Здесь по осям с этой стороны длина волны, с этой стороны интенсивность, но в неких условных единицах, отнормализованной на максимальную общую чувствительность глаз. И для синих колбочек, посмотрите, они, во-первых, малочувствительные, во-вторых, у них пик тоже широкий, но сдвинут в районе 400 нанометров. Получается, что у нас практически нет какой-то длины волны света, которая возбуждала бы только какую-то одну единственную колбочку. И таким образом, наш феномен цвета – это взаимоотношение возбуждения нескольких вот этих колбочек, а в некоторых случаях и всех трех. Например, в случае красного цвета мы будем возбуждать наши красные колбочки не в максимуме, но при этом у нас будет достаточно мало возбуждаться и зеленые колбочки. Да, это будет восприниматься как красный цвет, хотя эта длина волны не оптимальна для этих колбочек. Обратите внимание еще на один интересный момент. Если мы будем двигаться в синюю часть, то то, что я дорисовал, так как на этом графике это было не совсем правильно, то для красных колбочек опять повышается максимум восприятия. И, собственно говоря, почему у нас присутствует фиолетовый цвет, смешение красного и синего с точки зрения физики вообще невозможное явление. Потому что у нас просто здесь, посмотрите, для этих длин волн будет возбуждаться и синие колбочки, и красный. Вот наш фиолетовый цвет, загадка, почему он здесь появляется. Однако, если это соотношение возбуждения всего лишь вот этих вот колбочек, то означает, что мы не сможем глазом с вами распознать, было ли это монохроматичный свет какой-то длины волны. Вот, например, для зеленого. Мы можем действительно взять хотя бы лазерную указку, которая будет очень-очень-очень точно выражена, там, какая-то определенная длина волны, не знаю, 532, например, нанометра. Либо можем взять две длины волны других, да, условно говоря, синий, условно говоря, желтый, но при их смешении, при определенном уровне их, при определенной интенсивности этих двух длин волн, мы опять увидим зеленый. Можем сдвинуть максимум этих двух длин волн, и опять это будет нам казаться зеленым. То есть, как видите, здесь зеленый цвет для нас различаться не будет. Но самый простой пример, монитор, на котором вы сейчас смотрите эту картинку, содержит всего три основных цвета – красный, зеленый и синий. А вы видите весь спектр, который представлен на этих микрографиках. Более того, не обязательно должно быть настолько ровным. Это могут быть какие-то очень сложные, многокомпонентные, вот такие из многих частот состоящие графики, но мы все равно это будем видеть, как, скажем, вот такой вот кирпичный цвет в обоих случаях. Потому что соотношение возбуждения трех колбочек у нас будет абсолютно одинаковым. Понятно, что наш глаз ни в коем случае не является спектрофотометром. Мы не можем говорить о том, что мы видим, скажем, зеленый цвет с точки зрения физики, или говорить о том, что свет, который мы видим, это, не знаю, 512 нанометров. Можем говорить о том, что мы воспринимаем как зеленый цвет. И если бы мы точно знали, что это единственно монохроматичный свет, и других длин волн нет, да, тогда мы могли бы, конечно, хотя бы примерно как-то представить себе длину волны. Но только в том случае, если мы заранее знаем, что он абсолютно монохроматичный. И каким образом возникает тогда возможность оценивать цвет объектов? Предположим, что у нас есть белый свет, в котором есть все три компонента, да, красный, зеленый, синий, и у нас есть какой-то красный объект, предположим, красное яблоко. Что означает то, что мы видим его красным? Это означает, что зеленый и красный, и, извините, синий свет был этим объектом поглощен. А красный свет был этим объектом отражен. Причем это действует как на отражение от объекта, так и на прохождение света через, скажем, тот же самый томатный сок, например. Ну, самая простая идея, почему листья зеленые, да, потому что хлорофилл у нас как раз имеет максимум поглощения в красной и синей части. Зеленый остается, он и отражает зеленый цвет. Ну, и все было бы настолько просто, если бы не то, что мы не можем представить все цвета какой-то одной моделью. Предположим, что у нас действительно есть белый свет, из которого мы вычитаем какие-то цвета. И тогда мы должны использовать так называемую субстрактивную цветовую модель. В принципе, ее отражением, если вы работаете с компьютерной графикой, является палитра CMYK, CMYK палитра. И в данном случае мы можем с вами получить основные цвета, красный, зеленый или синий, если у нас будет поглощаться из нашего спектра определенные другие длины волн. Например, если у нас будет из нашего спектра поглощаться синий цвет, мы с вами получим желтый цвет. Если у нас будет из нашего спектра поглощаться, например, красный цвет, мы получим с вами вот такой циан, циановый цвет. Если у нас будет поглощаться зеленый цвет, да, он состоит из-за синий и красный, мы получим вот такой вот цвет магента. Если у нас будет поглощаться сразу же два цвета, например, желтый и циан, мы с вами получим зеленый и так далее. То есть, получается, что в этой палитре у нас есть основные цвета, магента, циан и желтый. И у нас есть дополнительные цвета, красный, зеленый, синий. Ну, и на пересечении всех цветов, если мы все длины волн можем поглотить, Видите, у нас, ясно, получается черный. К, кей. Это пришло из названия, из типографии. Не обращайте внимания. Ну, вот как бы буква К у нас будет обращать этот цвет. А субстрактивная палитра позволяет описывать появление цвета для тех объектов, которые сами по себе не светятся, а поглощают какую-то часть спектра из белого света. Ну, и понятно, что микроскопия проходящего света как раз является вариантом вот такой субстрактивной цветовой палитры. Мы с вами подаем белый свет на наш препарат. Через наш препарат проходят лучи, и какая-то часть генволн этим препаратом успешно поглощается. С другой стороны, в некоторых случаях наш препарат может сам светиться, если мы говорим, например, о флюоресцентной микроскопии, или в реальной жизни это еще может быть, например, монитор. Да, у нас сам по себе светится. И некоторые другие объекты. Тогда представление нам нужно будет немножечко цветовое по-другому сформировать и использовать так называемую аддитивную цветовую палитру. Когда у нас основные цвета как раз сами по себе светящиеся, красный, зеленый, синий, можно, в принципе, выбирать и другие пары. Ну, исторически так сложилось. И тогда дополнительные цвета, если мы смешаем с вами зеленый и синий, у нас получится циан. Если мы смешаем с вами зеленый и красный, получится желтый. Если красный и синий, получится магенто. Ну, если все смешаем, понятно, если в правильной пропорции мы увидим белый цвет. Ну, опять же, для тех, кто работал с компьютерной графикой, это как раз палитра стандартная RGB. И что важно, на самом деле не все цвета одной палитры могут быть воспроизведены в другой. К сожалению, стопроцентного самоотношения мы здесь поставить не можем. Некоторые цвета в другой палитре в принципе невозможно. То есть мы не можем на бумаге сделать цвета, которые мы могли бы получить от объекта, который сами по себе светится. Ну, наверняка, если вы уже работали с флуицентной микроскопией и пытались распечатать полученное изображение, а изображение там обычно делается в псевдоцветах, как раз красный, зеленый и синий. Ну, вы видели, как портилось изображение от такой распечатки. Или если вы смотрели препарат проходящего света на мониторе, то наверняка тоже видели, что есть некоторая проблема. Итак, цвет – это феномен психосенсорного восприятия нашего, а не физического. В случае поглощает ли объект свет или спускается, мы можем применять с вами для описания цвета две палитры – субстрактивную или аддитивную. Понятно, что теперь нам нужно очень подробно остановиться на источниках света, которые мы с вами используем. Потому что если мы говорим о микроскопии проходящего света, мы можем только вычесть из того света, который попадает на препарат. Добавить в проходящем свете мы ничего не можем. И теоретически, ну, скажем так, исторически в микроскопии использовались лампочки накаливания. Дальше они были заменены так называемыми галогеновыми лампочками. В принципе, тоже лампа накаливания, но с большей температурой, на которой может нагреться спиралька лампы. Соответственно, спектр немножечко другой. И обе эти лампы, и галогеновая лампа накаливания, описывается спектром просто нагретого тела. Потому что свет испускается именно за счет нагрева этой проволочки. Что характерно для спектра нагретого тела? Ну, во-первых, непрерывность. Нету никаких вот такого спектра линий, которые бы здесь у нас пропадали. Во-вторых, в зависимости от температуры нагрева, предположим, что здесь у нас, скажем, 4000 Кельвин, а здесь, скажем, мы будем нагревать на 5600 Кельвин, например. Будет меняться и спектр распускания этой лампы. По одной оси здесь у нас длина волны, здесь у нас некая яркость, но, обратите внимание, яркость уже в алгоритмической шкале. Почему? Мы помним, что восприятие наше – это квадрат амплитуды. Поэтому шкала здесь алгоритмическая, что нам было проще здесь работать. Таким образом, лампочки накаливания хороши тем, что они дают непрерывный спектр. И где бы у нас краска не поглощала, мы с вами все увидим прекрасно, но имеют и минус. При изменении яркости этой лампочки, при изменении тока, который проходит через нее, будет меняться ее спектр. Если мы делаем такую лампочку ярче, мы получаем большую часть в синем спектре и уменьшение в красном. Если меньше, мы очень сильно теряем как раз в синем спектре и в красном получаем чуть больше. Для исправления этой ситуации есть два светофильтра. Так называемый светофильтр дневного света, который обрезает очень много зеленого, красного, красной части спектра, за счет чего она выравнивается. Но при этом, естественно, общая яркость лампочки уменьшается. И второй вариант, можем использовать так называемый фильтр нейтральный, просто серое стеклышко, которое все длины волн одинаково уменьшает. Тогда в первом случае можем взять лампочку, например, 4000 кельвин, использовать фильтр дневного света и получить спектр, хотя он будет и меньше, но он будет более похож по форме на спектр, который мы с вами получали для лампочки 5600 кельвин, которая у нас была нагретая сильно. То есть мы, в принципе, просто больше вот эту часть уменьшили. Ну и второй вариант, мы можем действительно взять лампочку с таким накалом, с таким нагревом, и за счет серого светофильтра, опять же, равномерно ее просто уменьшить до этой зоны. В последнее время появились так называемые белые светодиоды, и на самом деле последние светодиоды белые весьма неплохие. Первые белые светодиоды, к сожалению, имели очень неприятную характеристику, и здесь она приведена, которая показывала, что у них был пик в синей части спектра, и дальше был достаточно широкий пик, который к нам уже подходил хорошо, в видимой части спектра от примерно циана, где-нибудь там 480, скажем, нанометров, до где-то 600 нанометров более-менее ровно. Но что это означало? Представьте, что у нас есть препарат, который поглощает, например, вот на этой длине волны, 480 нанометров. И если этой длины волны на осветителя нашего препарата нет, увидим ли мы что-нибудь? Конечно же, нет, потому что вычесть из нуля ноль, ну, ноль, собственно говоря, и получится. И это сильно меняло картину представления препаратов. Например, вот препарат, снятый при двух вариантах освещения. Галогеновая лампочка и, так называемый, белый светодиод, ну, второго, правда, поколения. Сейчас уже 3-4 поколения стали получше. Обратите внимание, вот на эти участки препарата. Понятно, что в случае галогеновой лампы эти участки препарата гораздо лучше отконтрастированы. Мы их лучше видим. Почему? Это часть спектра, которая, в принципе, в лампе присутствует, а в белом светодиоде вот как раз такой провал. Поэтому до сих пор при работе с препаратами гистологическими, с гистологической окраской именно этих препаратов проходящего света, во многих случаях предпочитают именно галогеновую лампу. Она более привычна, дает возможность увидеть все переходы цвета. Особенно для каких-нибудь мультихромных окрасок это очень важно. Например, тот же самый тулдиновый синий, когда у нас одна краска, в зависимости от условий, дает совершенно разные цвета. И это может быть являться как раз диагностическим признаком. Какие еще осветители используются в микроскопии? Это ксеноновые и ртутные лампы. Я о них расскажу здесь, но понадобятся они нам больше для флюисцентной микроскопии на следующей лекции. Чем характеризуются эти лампы? Во-первых, очень большой яркостью. Здесь одна клеточка, на этом графике это разница на порядок в 10 раз. Во-вторых, у ртутной лампы есть вот такие пики, где ее мощность для каких-то небольших длин волн в 10 раз больше средней мощности этой лампы. И здесь есть несколько пиков. Если вы на них посмотрите и уже немножко общались с микроскопией флюоресцентной, многие красители как раз рассчитаны на вот эти пики. 366 DAPI, 405 CUMARIN, 435, опять же, есть несколько красителей, которые сейчас менее известны, 546, 578, красители, которые вы тоже можете в принципе назвать. Та же самая 568 Alexa здесь в принципе укладывается. Попадает 546 на нее очень неплохо. Кроме этого, у ртутных ламп есть вот такой неприятный пик в ультрафиолете. И если вам ультрафиолет не нужен, конечно, его нужно будет тогда убирать. А у ламп ксеноновых, у них очень такой ровный хороший пик. Здесь все хорошо. То есть спектр без особо выраженных пиков в видимом диапазоне. Но посмотрите, что происходит в инфракрасной части спектра. Нагреваться препарат будет, если не поставить специальные фильтры очень сильно. Таким образом, для проходящего света в основном используются сейчас до сих пор галогеновые лампы и белые светодиоды, которые, конечно, сейчас стали гораздо лучше иметь спектр. И если его нарисовать, то он будет как-то вот так выглядеть. Опять же, будет некоторый провал, но он будет не настолько сильный. Говоря о микроскопии теперь проходящего света, нам нужно все-таки немножечко, к сожалению, вспомнить оптику из физики школьной. Нам понадобится понятие преломления. И здесь сразу же нужно вспомнить, что на самом деле вот эти лучи, которые мы рисуем в геометрической оптике, это некая абстракция. И это не что иное, как виртуальный луч, который мы провели таким образом, чтобы он через все наши волны шел перпендикулярно этой волне. Напомню, что свет – волна. У нас есть, если некий точечный источник света, то волны будут расходиться от него кругами, как если бы мы камешек бросили бы в пруд. А вот теперь есть один момент интересный, что скорость света, она, в зависимости от того, в каком материале мы будем измерять, будет различаться. Скорость света для вакуума по определению единичка. То есть коэффициент преломления, извините, единичка. Это вот та самая скорость света, которую вы все хорошо знаете. С другой стороны, если мы возьмем, например, воду, в воде распространяться свет будет медленнее. И коэффициент, на котором он будет замедляться, это, скажем, 1,33 в периоде. Если мы возьмем, например, стекло, которое используется в микроскопии, это будет где-то 1,515 и так далее. Что делать свету, чтобы двигаться теперь медленнее? Посмотрите, при переходе из, скажем, воздуха, у которого примерно единичка коэффициент преломления, в, например, стекло 1,515, у нас будет меняться радиус вот этих волн. Они будут идти друг к другу ближе. То есть внутри, скажем, стекла длина волны становится меньше, чтобы компенсировать вот эту вот как раз задержку по скорости распространения. А теперь, если мы договорились, что мы с вами рисуем вот эти лучи в качестве того, что идет к нашей волне по нормали. Рисуем какой-то радиус. По определению, радиус будет идти к этим всем нашим сферам по нормали. А вот дальше, для того, чтобы перерисовать точно так же, идущий по нормали луч, нам его придется как-то наклонить. И вот этот вот угол, это как раз и будет угол преломления. Причем это действует в обоих случаях. Когда луч переходит из стекла в, например, воздух, и наоборот, когда он из воздуха идет в стекло. Описывается это уравнение законом Снеллиус или Снелла, как хотите. И так и так могут называться. Где? Коэффициент преломления двух сред у нас находится вот здесь. Здесь Н1, Н2. А угол падения и угол, по которому будут выходить эти лучи, вот он, φ1, φ2. Ну и, соответственно, нам нужно здесь поставить синус. Все было бы хорошо, если бы не одно но. Луч, попадая на границу раздела фаз, если мы будем считать, что у нас неполяризованный свет, или поляризация у него во все стороны одинаковая, то в зависимости от того, под каким углом он попадает, будет меняться еще его отражение. И под определенными углами свет будет все больше и больше отражаться от раздела фаз. И после одного критического угла, где вот эти φ должны будут для нас быть равными, произойдет очень интересная вещь, а именно полное внутреннее отражение. Свет не сможет выйти из вот этого раздела фаз. Это, конечно, хорошо для таких вещей, как, скажем, оптоволокно, чтобы свет проходил далеко. Может быть, видели это явление, если смотреть с моста на воду, ровную, неподвижную, в штиль, что вы видите очень хорошо, то, что и практически под вами, под мостом, находится. Но чем больше угол, тем больше вода превращается в как бы зеркало. После определенного угла это просто зеркало. Но в оптической микроскопии, к сожалению, вот этот вот феномен, так называемый полное внутреннее отражение, нам будет немножечко мешать. Кроме этого, что еще есть плохого? Коэффициент преломления для разных длин волн будет различаться. И таким образом, свет белый, если мы будем подавать, например, на призму, будет раскладываться в спектр. За счет того, что для каждой длины волны этот коэффициент преломления будет слегка различаться. Ну, и описывается это числом АБ, которое, в принципе, можно использовать, чтобы посчитать, насколько будет различаться коэффициент преломления для красного и синего света. Что с этого слайда нам нужно понять? То, что у нас есть преломление, то, что оно при переходе, например, из вещества с меньшим коэффициентом преломления в большее, скажем, будет изменять свой угол вот таким образом. Ну, и, соответственно, при выходе из них будет меняться противоположным образом. И несколько коэффициентов преломления, которые нам потребуются. Вакуум и воздух будем считать равным 1, вода 1,33, глицерин 1,47 и покровное стекло, иммерсионная среда и стекло, чаще всего, переднее у объектива, это 1,515. Эти числа нам еще потребуются несколько раз. Конечно же, нам придется немножечко вспомнить из геометрической оптики также несколько вещей. Ну, и понятно, что если у нас есть двояко-выпуклая линза, линза с двумя одинаковыми сферическими поверхностями, то мы можем ее аппроксимировать набором просто стеклянных блоков с разным углом наклона вот этих вот двух поверхностей. И тогда, если мы будем теперь подавать лучи света на такой блок, если здесь есть две поверхности параллельно, то луч света также и пройдет. Если здесь есть некий наклон, у нас луч здесь преломится и на выходе преломится. Следующее. Точно так же мы должны будем посмотреть, что преломление произошло таким образом. И если мы подберем правильно с вами поверхность линзы, то у нас образуется место, где все лучи параллельны, это как-то бесконечно удаленного источника, коллимированные, тогда сойдутся в какой-то точке и дальше будут через нее опять же расходиться. У нас будет сходящийся пучок до места так называемого фокуса. Это фокусное расстояние линзы. Теперь, если у нас будет какой-то объект находиться на расстоянии два фокусных расстояния от линзы, то мы можем поместить точно так же на двух фокусных расстояниях от линзы экран, и мы увидим с вами, что объект у нас на экране ровно такого же размера, как и объект настоящий. То есть вот это условие, два фокуса и два фокуса дает нам перевернутый, не уменьшенный, не увеличенный, то есть такого же размера объект, вернее его изображение. Если вы запомните вот этот случай, то дальнейшие все расстояния между объектом и экраном вам будут понятны. Предположим, мы наш объект решим отодвигать за два фокуса. Тогда, просто нарисовав теперь ход лучей, два треугольника, по сути, мы увидим, что мы должны экран придвинуть ближе к фокусу, и объект у нас будет уменьшаться. Обратная ситуация. Мы с вами объект приближаем к одному фокусу. Здесь у нас было два фокуса, здесь один фокус. Тогда экран нам нужно будет отодвинуть за два фокуса, но объект у нас теперь будет увеличенный. Ну и два совершенно вырожденных случая. Объект находится бесконечно далеко, все лучи от него идут параллельно, и мы это уже рассмотрели вот на этой картинке средней. У нас все лучи точно сойдутся в фокус линзы. Когда мы проверяем фокусное расстояние линзы, можем просто взять какой-то бесконечно далёный объект, условно бесконечно далёный, солнце, например, и попробовать найти место, где эти лучи фокусируются. Это и будет фокус. Второй момент. Объект мы можем поместить ровно в фокусное расстояние, и тогда за линзой мы получим пучок клеммированных лучей от каждой точки объекта. Ну, заместо того, где точка находилась, этот пучок клеммированных лучей будет, естественно, идти в разном направлении. Для этой точки будет идти здесь, для этой крайней точки и здесь. Ну, давайте ещё одну точку, какую-нибудь синюю, вот здесь возьмём, и посмотрим, как тогда это будет идти. Опять же. То есть, это будет чуть-чуть меньше угол, чем для этих красных лучей. Как-то вот так вот получится. В принципе, из вот этих двух треугольников мы можем высчитать и то, что называется форму линзы, тонкой двояковой пуклой. Мы можем высчитать отсюда увеличение тонкой двояковой пуклой линзы. И если мы теперь будем его считать не в виде отрезков А и Б до линзы и после, а в виде, например, фокусного расстояния, потому что оно и там будет учитываться, то мы увидим, что общее увеличение линзы будет зависеть от фокусного расстояния и от вот этого отрезка А, который нам как раз необходим. Получается, что наибольшее увеличение мы получим, если наш объект сможем разместить как можно ближе к фокусу, ну и, соответственно, наш экран тогда придется за фокус далеко достаточно где-то поместить. Тогда увеличение будет у нас максимальное. И все было бы на самом деле хорошо, если бы линзы не имели дефектов дисторсии и аберрации. Потому что дальше мы могли бы с вами при помощи одной единственной линзы получить любое почти практически увеличение. В реальной жизни, к сожалению, все не так. Некоторые дисторсии и аберрации мы с вами рассмотрим. Поэтому чаще всего наш микроскоп это так называемый составной микроскоп, который имеет как минимум две линзы. Объектив и окуляр. Давайте посмотрим, как работает вот такая система. Предположим, у нас есть некий объект небольшой, который мы хотим увеличить. Наш объектив имеет какое-то увеличение, предположим, 10 крат. И он формирует реально увеличенное изображение за двумя фокусными расстояниями. Вот два фокуса нашего объектива. Где-то здесь находятся. И за ними сформировано реальное перевернуто увеличенное изображение. Сюда можем поместить какой-то экранчик и это изображение увидеть. Но в то же самое время все пользовались лупой для того, чтобы увеличить изображение, получить неперевернутое, мнимое изображение нашего объекта, увеличенное. За счет чего, если мы с вами поместим лупу на расстояние меньше фокусного расстояния, на ее выходе получится расходящиеся пучки света. Но можно не забывать, что наш глаз тоже оптическая система. И наш глаз как раз расходящийся пучок света сформирует в точку на сетчатке. И таким образом, уже в случае использования глаза, мы с вами получим мнимое изображение нашего объекта, объекта увеличенное. Соответственно, 100 крат. Общее увеличение нашего микроскопа. Конечно, здесь есть некий подводный камень, в современных микроскопах линз больше, и иногда нужно еще учитывать увеличение так называемой бинокулярной или тубусной линзы. Оно обычно равно единице, что очень удобно, и тогда в этой формуле ничего не меняется, но иногда может быть чуть больше, чуть меньше. Понятно, что в нашем составном микроскопе у нас есть две линзы, и первая линза работает в виде объектива, и качество изображения от нее будет зависеть наиболее сильно. Вторая в виде окуляра, ну, и соответственно, ее задача уже чуть попроще. Сделать чуть больше, уже увеличенное изображение, ну, и сделать его пригодным для того, чтобы можно было глазом его смотреть. Почему система так усложнилась, и почему на самом деле один объектив, это не одна линза, как мы здесь рисуем, а целая система различных линз, менисков, линз, условно говоря, вогнутых, линз выпуклых, линз из разного материала, склеек из линз и так далее. Потому что вот такая сферическая линза будет иметь достаточно большое количество неточностей в воспроизведении изображения объекта. Ну, и первая неточность очень простая, хроматическая. Мы с вами уже говорили, что свет разной длины волны будет преломляться немножечко по-разному. И тогда у нас фокус, например, для синего света будет здесь, для зеленого здесь, для красного здесь. И если мы будем смотреть в белом свете, мы с вами получим прекрасную хроматическую аберрацию. Конечно, эту задачу можно решить очень просто, поставив здесь впереди светофильтр для какого-то одного света, хроматическую аберрацию тем самым убрать. Но в гистологии нас все-таки интересует обычно окраска тканей, состоящая из многих компонент. И поэтому частично эту проблему можно решить склейкой двух, например, линз. Так называемая хроматическая склейка. И за счет этого мы можем, опять же, для нескольких цветов, в данном случае для трех, этот фокус совместить и убрать эту проблему. Но смотрите, линз уже стало две в виде склейки. Следующая проблема. Так как мы используем с вами для линзы сферическую поверхность, то получится, что на самом деле сферическая поверхность не совсем удачна, потому что лучи, проходящие ближе к центру линзы, будут преломляться хуже и фокус их будет дальше, чем для лучей, которые будут проходить по краю линзы. И мы получим так называемую сферическую аберрацию. Для сферических линз она неизбежна. И, конечно, лучше было бы использовать линзу более сложной поверхности, чем сферическая. И наверняка слышали такое понятие асферическая оптика. Один из вариантов сферической оптики это, кажется, исправление сферической аберрации за счет того, что здесь используются уже не сферические поверхности, а поверхность чуть-чуть более сложной. чуть-чуть более сложной структура. И тогда, в принципе, можно сферическую аберрацию решить. Но если у нас, предположим, линзы все-таки сферические, нам нужно как-то от аберрации убирать. И опять же, это делается за счет того, что у нас несколько линз используются. Одна система линз положительной, скажем, сферическая аберрация, другая с отрицательной. Они компенсируют друг друга. И мы получаем с вами в итоге, что у нас опять все лучи сходятся в одной точке. Некой разновидностью этой сферической аберрации можно считать кому. Она больше выражена на краю изображения. И на самом деле, наиболее частая аберрация, с которой мы будем встречаться в микроскопии оптической, это сферическая аберрация. Мы ее будем сами вносить в наш препарат, в наш микроскоп, если будем, например, использовать неправильно покровное стекло, неправильную иммерсию, неправильную среду, в которую будем заливать препарат. То есть это враг номер один. Кома в микроскопах современных, хорошо настроенных, очень редко встречается. Если кто-то пользовался старыми школьными микроскопами ЛАМО, то наверняка у вас была такая ситуация, что центр изображения выглядит хорошо, а края размыты. И как бы вы ни пытались сфокусироваться, сфокусироваться на края невозможно. Это кома. Сферическая аберрация выглядит так, что вы не можете просто нормально навестись на резкость. Вот эта сферическая аберрация нашего врага номер один это изображение, когда всегда оно кажется немножечко мутным, немножечко размытым. И исправить что-то сложно. Про астигматизм в этом курсе я подробно рассказывать не буду. Если у вас объектив хороший, вы его не роняли, то астигматизма в оптической микроскопии у вас скорее всего не возникнет. А вот еще две неприятности, так называемые уже дисторсии, или аберрации нулевого порядка, нам нужно будет рассмотреть. Что они из себя представляют? Предположим, что под микроскоп мы с вами положили сеточку с совершенно одинаковым размером ячеек. Пускай размер ячеек маленький, но совершенно одинаковый. И при просмотре через окуляр, либо через камеру, мы можем получить две вот таких картинки. дисторсии геометрически бочка и подушка. Что эти дисторсии из себя представляют? Разные увеличения на краях поля зрения и в центре. На краю в центре. Почему они нам неприятны? Если мы теперь захотим производить какую-то морфометрию и считать, например, размер клеток, то понятно, что размер клеток в центре поля зрения и на периферии будет различаться. А сможем ли мы тогда их сравнивать? Сможем ли мы тогда что-то подсчитывать и как-то вообще с этим работать? К счастью, сейчас для многих объективов исправляя другую дисторсию, подробно я о ней буду рассказывать в курсе по оптической микроскопии, так называемая кривизна поля, исправляются в большинстве случаев и вот эти две геометрические дисторсии бочка и подушка. Это не гарантия, что они исправлены, но исправляя кривизну поля они уменьшаются. Для объективов с исправленной кривизной поля всегда есть приставка план. план охромат, план опахромат, план флуорид, то есть вот такая приставка будет гарантировать, что кривизна поля устранена, и это означает, что вы сможете навестись на фокус, так что у вас и края изображения центра будут в фокусе находиться, то есть можно такой объектив использовать для съемки на камеру, ну и второе, что в какой-то степени достаточно большой исправлена бочка с подушкой, что позволяет нам работать с морфометрией. Наличие бочки продушки можно легко проверить на вашем микроскопе, сняв специальный тест-объект, вот такую сеточку, более подробно об этом можно будет посмотреть в курсе по компьютерной морфометрии, которая на этом же канале выложена. Ну и понятно, что сейчас мы от микроскопа рассмотрели только вот эту верхнюю часть, объектив, окуляр и, собственно говоря, наш глаз. Но если мы говорим о микроскопе проходящего света, нам нужно еще как-то препарат наш освещать. Можем, конечно, просто лампочку поместить, но освещение тогда будет не очень ровным и мы его не сможем хорошо контролировать. Нам бы хорошо иметь возможность контролировать площадь, которую мы освещаем, то есть не освещать лишнюю часть препарата, например, если она нам не нужна, и контролировать на самом деле качество этого света, в идеале нам бы хотелось, чтобы у нас поле, в котором препарат освещается, было максимально ровным. А что это означает? Это означает, что если у нас есть какой-то неравномерный источник света, предположим, нить накаливания лампы, понятно, что нить накаливания лампы, она вот не гомогенная, у нее есть вот эти витки. Нам бы хотелось сделать так, чтобы от этой нити накаливания лампы каждая ее точка приходила на наш препарат максимально расфокусированной. Возьмем какую-нибудь другую точку, точно так же проведем все лучи и увидим, что несмотря на то, что эта точка сильно у нас отклонена и, в принципе, лучи пойдут немножечко по-другому, они все равно здесь организуют такой же максимально расфокусированный пучок света. то есть каждая точка лампы может быть при использовании двух линз коллектора и конденсора коллектор это первая линза конденсор это вторая приходить наш препарат полностью расфокусированный. И тогда получается, что площадь освещения мы можем регулировать на самом деле диафрагмой, которую мы установим вот в этом вот месте. Будем называть ее полевой диафрагмой. Собственно, диафрагмой, которая будет менять в нашем препарате только пятно света, его размер. Но давайте посмотрим еще на интересную вещь. На самом деле вот эти лучи, которые у нас шли от этой части лампы будут проходить наш препарат немножечко не так, как я нарисовал, а под углом. То есть они будут тоже расфокусированы, но под таким углом. Если мы возьмем, скажем, от этой точки лампы, также лучи нарисуем, то они будут тоже приходить наш препарат, но, скажем, уже вот под таким углом. Тоже освещать его будут максимально расфокусированы, но вот будет целый набор углов света на препарате. Пока только отметьте то, что такое есть, а чуть дальше, когда мы будем говорить о разрешении, станет понятно, почему это важно. Ну и также мы теперь можем с вами посмотреть, что у нас будет происходить с нашим препаратом. Предположим, у нас есть одна точка на препарате, которая нас интересует. Естественно, у нас есть некая плоскость, в которой наш объектив будет формировать реальное, увеличенное, перевернутое изображение, и так как это плоскость препарата, то мы можем назвать ее полевой плоскостью, плоскостью поля зрения, и она будет повторяться еще вот здесь. Ну и понятно, что еще один раз она будет повторяться на нашей сетчатке. Опять эта точка у нас сошлась здесь же. Но посмотрите, что произойдет при использовании вот такой системы освещения из конденсора и коллектора. Если мы продлим эти лучи от нашего препарата вниз, мы можем это сделать, мы увидим, что они опять пересекаются в одной из точек. И это как раз место вот этой полевой диафрагмы, о которой я с вами уже говорил. И становится понятно, почему уменьшение полевой диафрагмы будет приводить к уменьшению поля освещаемого вот здесь на нашем препарате. Вот эта плоскость окажется софокусной с нашим препаратом. Если в этой плоскости будет какой-то мусор или картинку мы туда положим или другой препарат, мы будем их видеть софокусно вместе с этим препаратом. Так же, как вот эта плоскость под окуляром, можем туда положить например, счетную линейку. Она будет софокусной с нашим препаратом. То есть, картинки будут как бы наслаиваться друг на друга. Если кто-нибудь смотрел фильмы боевики, когда снайпер прицеливает, всякие цифры бегают, на прицеле есть перекрестие. То есть, его изображение вот этого перекрестия цифрок софокусно с изображением, на которое он смотрит. Точно так же можно сделать и в микроскопе. Но, вместе с тем, мы можем теперь рассмотреть наш микроскоп и с точки зрения лампы. Давайте я сотру то, что мы здесь с вами уже рисовали. И попробуем нарисовать изображение, которое будет формироваться в нашем микроскопе для одной единственной точки теперь уже лампы. Вот наша лампа. И у нас есть вот здесь некое место, где если мы поместим перед конденсором какой-то экранчик, мы увидим на самом деле изображение нашей вот этой лампочки. Теперь сразу же за объективом посмотрите, у нас опять есть место, где у нас эта точка сходится. Здесь опять будет изображение лампочки. И вот здесь еще одна плоскость, где опять же изображение лампочки у нас должно появиться. Это так называемая апертурная плоскость. Плоская, в которой будет находиться апертурная диафрагма, которая будет регулировать под каким набором углов мы будем освещать наш препарат. Это будет важно для разрешения контраста и некоторых других параметров. Таким образом, в нашем микроскопе одновременно сосуществуют две плоскости. плоскость, в которой появляется наш препарат и плоскости софокусные с ней. И плоскость, в которой находится наша нитка лампы и софокусные с ней плоскости. Соответственно, в случае препарата это полевая, в случае лампа апертурная. Также будут называться и все расположенные в этих плоскостях ограничения света. Это будут называться апертурами. Соответственно, они будут полевые и апертурные плоскости. То есть, рассмотрев все это, становится понятно, что нам нужно каким-то образом все эти элементы оптически расставить в правильном порядке. Ведь согласитесь, если у нас, скажем, конденсор будет выше или ниже от этого положения, то мы никогда не получим такой картинки, чтобы у нас освещался наш препарат действительно ровным пучком лучей. Если у нас будут сдвинуты какие-то другие элементы, например, коллектор, линзы коллектора, то тоже мы такой картинки не получим. То есть, у нас задача расставить все эти линзы в правильном порядке. Ну и давайте теперь посмотрим, как это можно сделать. Зная о том, что у нас есть плоскости софокусные, мы можем с вами подумать о том, как проверить, что все плоскости находятся правильно. И, предположим, мы с вами хотим настроить микроскоп для какого-то препарата. Первое, что мы должны сделать, положить наш препарат под микроскоп и сфокусироваться на нем. Если мы сфокусировались, вот это расстояние мы с вами уже зафиксировали. Оно уже правильное. Вот это расстояние второе, оно в микроскопе фиксировано, нам ничего здесь делать не нужно. То есть, наведясь на фокус, мы с вами зафиксировали практически всю вот эту верхнюю часть расстояния. Теперь нам осталось с вами настроить положение вот этой вот линзы. Ее расстояние от нижней части нашего стекла до, соответственно, коллектора. Как это можно сделать? Очень просто. Можем положить что-то в полевую плоскость. Или на самом деле просто закрыть полевую диафрагму. Оставить только маленькую-маленькую щелочку. Что это означает? Значит, на препарате, раз софокусно, должно освещаться тоже небольшое пятнышко. Ну и небольшое пятнышко мы должны в итоге видеть во всех этих плоскостях. Таким образом, мы можем теперь закрыть полевую диафрагму. И поднимая, опуская конденсор, добиться того, чтобы она была хорошо резко софокусно с препаратом видна. Все, мы с вами настроили вот это второе расстояние. И, в принципе, вот такая настройка простая называется настройкой по келлеру. Она гарантирует, что у вас максимально ровное освещение вашего препарата. Что у вас наилучшее разрешение. Конечно, есть еще одна настройка, так называемая критическое освещение. Но сейчас ее уже не используют. Келлер это, в принципе, теперь основной вариант настройки микроскопа. И давайте посмотрим еще раз на шаги, которые нам нужно сделать. Значит, настройка освещения по келлеру, которая гарантирует то, что освещение будет ровным. И будет у нас хорошее с вами разрешение в микроскопе. То есть будут выровнены все линзы в соответствии с нарисованной выше схемой. Первое. Фокусируемся на препарате. Ставим препарат, фокусируемся. Второе. Вот эта часть имеет отношение к получению некого компромисса между разрешением и контрастностью. Поэтому, в принципе, к самой настройке по келлеру она особого отношения не имеет. Мы к ней вернемся чуть позднее. Значит, сфокусировались на препарате. Дальше мы с вами закрываем полевую диафрагму. И, двигая уже конденсор весь вверх и вниз, фокусируем ее изображение со фокусом с изображением препарата. А в некоторых случаях ее нужно отцентровать. Дальше. После этого мы ее открываем по полю зрения, чтобы мы видели все поле нашего препарата. И, собственно говоря, приступаем к микроскопированию. Некоторые части этой прописи выделены обычным нежирным шрифтом. Это нужно только для старых микроскопов, либо если вы сами обслуживаете микроскоп. Центрование нити накаливания и так далее. Ну и яркость света, опять же, в некоторых случаях у вас яркость достаточно и можно не менять. Что же такое загадочный второй пункт, который здесь приведен? Это возможность увидеть в данном случае уже не полевую, а апертурную диафрагму. Так как она находится... Давайте вернемся к нашей схеме. Опять же, сотрем с нее все лишнее. Так как апертурная диафрагма у нас находится в таком положении, что мы ее увидеть в нормальном случае не можем. Вот она. То мы и не знаем, в каком она стоит положении. Чтобы ее увидеть, можем сделать очень простую вещь. Наш глаз видит расходящийся пучок лучей. Давайте уберем вот эту линзу. И тогда расходящийся пучок лучей, пришедший на глаз, позволит нам сформировать точку изображения. И в случае глаза мы увидим апертурную плоскость. То есть мы сможем с вами увидеть, насколько у нас эта апертурная диафрагма здесь открыта или закрыта. И вот то, что здесь написано. Вынимание окуляра, либо использование лизы Бертранда, которая может находиться прямо в насадке бинокулярной вашего микроскопа. Позволяет это сделать. И для того, чтобы получить наилучшее соотношение, среднее, с которым вы дальше начнете, можете работать, вам нужно эту апертурную диафрагму где-то на 75-80% открыть. То есть она была практически открытой. Когда пойдем к разрешению, объясним, каким образом это влияет на контрастность и разрешение. Давайте еще раз настройку по келлеру посмотрим в виде картинок. Первое, что нужно сделать, поставить препарат. Второе, сфокусировались на препарате. Видите, нейрончики теперь у нас очень хорошо видны. Третье, чтобы у нас была контрастность получше, потому что здесь, как видите, они очень прозрачненькие. И мы вынимаем с вами окуляр, смотрим и видим вот такой вот микроскопа 6, 8, 12, 16-гранник. Это апертурная диафрагма. И открываем ее где-то вот так на как раз 75-80%. Это апертурная диафрагма. Дальше ставим наш окуляр обратно и закрываем полевую диафрагму внизу нашего микроскопа. Как видите, края диафрагмы здесь сейчас очень не резкие, плохо видны. Поднимая или опуская конденсор, мы добиваемся того, что вот эти края диафрагмы, видите, очень четко, хорошо видны. И, собственно говоря, мы теперь знаем, что у нас все элементы нашего микроскопа выстроены ровно. В некоторых случаях нам нужно теперь отцентровать эту диафрагму, то есть вернуть ее в центральное положение. Специальными винтами делается. Вот мы ее в центральное положение вернули. Теперь мы открыли ее на все наше поле зрения, больше, чем поле зрения. Вот она здесь есть, но ее просто не видим. И картинка, которую мы получили, смотрите, чем отличается. И края, и центр изображения практически ровные. У нас уже приличная контрастность, мы можем наблюдать наши объекты. Если нам понадобится контрастность увеличивать, мы сможем закрывать апертурную диафрагму. И более того, мы уже знаем, что мы получили некий компромисс. И если мы будем ее, скажем, уменьшать, получая контраст, мы будем терять разрешение. Или наоборот, на контрастность достаточно, мы хотим разрешение максимальное получить. Мы тогда открываем апертурную диафрагму, понимая, что контраст мы теряем, зато разрешение у нас будет улучшаться. Значит, поговорив о настройке микроскопа, мы можем теперь перейти к отдельным частям нашего микроскопа. И начнем мы с вами с объектива, как самой важной оптической составляющей микроскопа. На объективе всегда много различных надписей. И на самом деле надпись, которая нам наиболее важна, это вот то, что находится за косой чертой. Так называемая числовая апертура. Не пугайтесь этого названия. Это показатель, на самом деле, качества объектива. Его разрешающие способности, его, если хотите, значение, которое в принципе близкое к светосиле, если кто-то занимается, например, фотографией, способность этого объектива собирать свет. Следующее, что на объективе может быть нам важно, то, что перед косой чертой это увеличение. После числовой апертура чаще всего указывается при наличии иммерсия вода, скажем, там глицерин или безиммерсионный объектив, тогда здесь ничего не пишется. Наверху приставочку план мы с вами уже знаем. Это означает, что у нас скорректирована кривизна поля. Можем использовать этот объектив для того, чтобы фотографировать на камеру. Но на самом деле еще один плюс. Скорее всего, в большей или меньшей степени скорректирована, в том числе и бочка и подушка. Можем использовать его для морфометрии, но это нужно проверять. АПО. Тип коррекции различной хроматической аберрации, сферической аберрации. Мы об этом поговорим отдельно на курсе по микроскопии. Но есть несколько типов. Ахромат, апохромат. Есть флуорид. Ну и не всегда самый хорошо скорректированный объектив – лучший выход. Например, лучше, конечно, будет иметь апохромат. Но апохромат – это очень много линз. Значит, мало света. С другой стороны, апохромат в некоторых случаях может дать сопоставимое значение. Если будет интересно, отдельный курс. Следующие цифры, которые здесь могут быть нам важны в нашем курсе. Толщина покровного стекла 0.17. И рабочая дистанция, то есть расстояние от объектива до покровного стекла нашего препарата. В данном случае 0.2 мм или 200 микрон. То есть, если у нас будет толстый препарат, больше, чем на 200 микрон, мы у него заглянуть никогда в жизни не сможем. Иммерсия. Мы о ней поговорим чуть дальше. Очень важная составляющая. И часть всего она кодируется еще на объективе колечком по цветам. Масло – черный, вода – белый, глицерин – красный или розовый. Красный – разные иммерсия. То есть, есть объективы, которые он использует, скажем, с водой и маслом, или с водой и глицерином, или с глицерином и водой. И сейчас еще очень часто вторая полоска кодирует примерное увеличение объектива, чтобы не нужно было смотреть, читать его на объективе. И вот таким образом увидеть. Не путайте, пожалуйста, полоски иммерсии и увеличения. Если есть две полоски, то иммерсия – это всегда нижняя полоска. Если есть одна полоска, то лучше посмотреть на вот этом вот описании. Иммерсия всегда продублирована, чтобы не перепутать, скажем, объектив с небольшим увеличением, с объективом, с масляной иммерсией. Давайте рассмотрим параметры, которые нам не очень понятны. Это, во-первых, иммерсия и зачем она нужна. Во-вторых, числовая апертура и что это такое. Рассмотрим вот такую картинку с сайта CESA взятую. Когда у нас есть некая точка на нашем препарате, и из этой точки на нашем препарате у нас, предположим, что она сама светится, клюэсцентный препарат, выходят лучи. Естественно, у нас будет преломление при переходе от стекла 1,515 на воздух, скажем, единичка, ну и опять на стекло 1,515. Что это для нас означает? Это означает, что не все лучи смогут на самом деле из-под нашего патронового стекла вырваться. Посмотрите, если угол у нас будет больше или равный критическому углу, то у нас будет происходить полное внутриотражение. Вот эти лучи, они, как видите, в объектив не попали. Это означает, что света меньше мы собрали, но, как ни странно, это еще будет означать потерю разрешения, о чем мы поговорим чуть-чуть дальше. С другой стороны, давайте мы сюда добавим с вами, с другой стороны, иммерсию. У нас будет 1,515 стекло, 1,515 покровное стекло, и у нас с вами препарат за ним заключен в такой же иммерсии. Теперь иммерсию масляную возьмем тоже 1,515. Как видите, так как у нас коэффициент преломления равный, никакого преломления у нас происходить не будет. У нас этот луч под самым большим углом, который может собрать объектив, у него все-таки соберется. Ну и дальше будет как-то использовать, использован уже следующий линзой объектива для построения изображения. Так вот, этот угол для нас очень важен, и можем его считать как угол между нормалью и максимально входящим в наш объектив лучом. Луч, который мы максимально можем собрать. Ну, если этот угол назовем альфа, то числовая апертура, чтобы с ней было удобнее работать, чтобы она была нормализована в каких-то единицах, будет выглядеть как синус этого угла. Соответственно, это у нас получает значение от нуля до единицы. Но нам нужно как-то учесть еще и эффект от иммерсии, который мы получаем. Соответственно, мы домножаем это на коэффициент преломления иммерсионной среды. И становится понятно, что в принципе, если объектив у нас безиммерсионный, и даже если бы он собирал все 180 градусов, что невозможно, числовая апертура больше единицы, мы получить с него не смогли. Ну, на самом деле, мы никогда не можем собрать все 180 градусов. То есть, 90 градусов у нас не может в этой формуле здесь появиться в виде альфа. И поэтому максимальная для сухого объектива числовая апертура, возможно, это где-то 0,9. Если же мы будем с вами использовать, например, масляную иммерсию 1,515, то максимальная апертура, которую можем получить для специализированных объективов, это, скажем, 1,47. Больше получить, в принципе, не сможем. Ну, и становится понятно, что иммерсия позволяет нам, во-первых, собрать больше света, во-вторых, этот угол становится больше. Ну, а мы с вами сейчас посмотрим, через некоторое время, почему этот угол позволяет нам сильно улучшить разрешение нашего микроскопа. С числовой апертурой мы с вами разобрались, и теперь мы знаем, что это за зверь. И с иммерсией тоже. Почему на объективах пишут обязательно толщину покровного стекла? И когда это важно? Мы с вами говорили, что у нас есть одна аберрация, а именно сферическая, которую мы сами можем вводить в наш объектив. На самом деле объективы все рассчитаны на определенную сферическую аберрацию нашего препарата. Предположим, что у нас есть некая точка в нашем препарате, у нас есть лучи, которые из этой точки выходят. И посмотрите, это все лучи из одной точки препарата вышедшие. Но чем этот луч будет дальше, тем будет больше вот это вот отклонение за счет того, что здесь у нас коэффициент преломления единицы и, скажем, 1,515. И объектив, вот эту разницу между лучом, как он должен был бы прийти в случае, если бы не было этого преломления, и, соответственно, он пришел, корректирует. То есть у объектива есть тоже сферическая аберрация, но с обратным знаком, которая корректирует эту ошибку. А теперь представьте, у вас тот же самый препарат, но толщина покровного стекла больше. И луч прошел здесь больший путь. Соответственно, он дошел здесь к краю чуть дальше, и угол, на который он преломился, стал больше. То есть объектив не сможет скорректировать вот эту возникшую за счет того, что у нас препарат заключен в какую-то среду, сферическую аберрацию. И чем у вас объектив лучше, чем объектив с большей числовой апертурой, тем больше эту коррекцию нужно применять. И получается, что теперь, если вы взяли неправильно покровное стекло, вы получили нескомпенсированную сферическую аберрацию. Как это выглядит? Вот два препарата. В первом случае покровное стекло взято толще, чем должно быть. И здесь 0,17. Это покровное стекло, которое должно было бы находиться. Во втором случае здесь правильное покровное стекло. 0,17, 0,26. Это лучший фокус в обоих случаях. И, как видите, в случае наличия сферической аберрации, неправильно покровное стекло, изображение у нас размыто. Как по краям, так и внутри. Причем, если мы будем брать покровное стекло тоньше, то этот эффект будет еще более выражен. Здесь толщина покровного стекла в микрометрах на этом графике. И разрешение, вернее, его потери отложено по этой оси. Соответственно, это тоже в микрометрах, но разрешение нашего препарата микроскопа. В итоге объектив в идеальном случае дает нам разрешение меньше 1 микрометра. Скажем, пускай там будет где-то 700 нанометров. Но если мы берем с вами покровное стекло толще, как здесь 0,26, продолжим эту графику, то мы с вами, посмотрите, где-то 1,5 всего микрона получили. Сильно потеряли. А если берем стекло тоньше, то даже разница такая, как 1,7 и 1,4, нам вообще сильно-сильно испортит с вами разрешение. В связи с этим важное замечание. Если будете покупать покровное стекло, то покупайте покровное стекло с толщиной 170 микрон или 0,17 мм. Это стандартная толщина, на которой подавляющее количество объективов рассчитано. Скорее всего, вы будете работать только с такими объективами. Иногда такие стекла идут под номером 1,5. Наиболее часто покупаемые почему-то многими закупщиками номер стекол единичка. Они более тонкие. Они где-то 140 микрометров. Понятно, что в данном случае нам не очень подойдет, потому что приведет, вот он 140, в случае сухого объектива, к заметной потере разрешения. В случае объектива масляного, здесь толщина покровного стекла будет влиять только на рабочее расстояние, потому что и оно 1,515, и стекло 1,515, и в принципе вот такие стекла могут быть для масляной иммерсии подходящими. Но видите, что будет в случае высокоапертурного, хорошего объектива, и без иммерсионной среды. Мы потеряем с вами очень сильно разрешение. Поэтому покупайте, если будет возможность, стекла вот эти 1,5, или 170 микрон, или 0,17 миллиметра. Это будет наиболее правильным выходом. На самом деле, сферическую аберрацию можем получить не только в этом случае, но и с иммерсией. Представим, что у нас есть препарат, и по какой-то причине мы его смотрим в воде, или в глицерине. А объектив у нас с вами масляной иммерсии. Масляную иммерсию используют. Посмотрите. Здесь тогда для какой-то нашей точки лучи будут идти вот так. Дальше мы переходим в стекло. Изменяется преломление. Здесь преломления никакого нет. Но объектив-то масляный рассчитан на то, что и масляная иммерсия, и ваш препарат имеет один и тот же коэффициент преломления. 1,515. То есть луч должен был пройти вот так. Что мы получили? Для луча, идущего по нормали, никакого изменения нет. Чем больше угол, тем на больший угол луч будет отклоняться вот в эту сторону. То есть та же самая сферическая аберрация. И если у нас теперь масляный объектив, масляная иммерсия, правильно покровное стекло, но препарат заключен в неправильную среду, а здесь, скажем, у нас пускай будет какой-нибудь глицерин, и пускай там, не знаю, 1,47, например, так вообще хорошо все будет, а здесь 1,515, то мы с вами получили, опять же, не скомпенсированную сферическую аберрацию. В случае обычного микроскопа вы видели потерю разрешения. В случае, если вы будете теперь, например, на конфокальном микроскопе, работать, это потеря яркости. И более того, при реконструкции объектов, если вы будете вот этот кругленький объект, скажем, реконструировать, по слоям снимать, то по этим же слоям его сняв, вы увидите на реконструкции вот таким вытянутым. То есть посчитать его будет уже в случае трехмерных каких-то вещей сложнее. Как из этой ситуации можно выйти? Ну, во-первых, можно тогда объект расположить не так глубоко, а на самом покровном стекле. И тогда даже, не знаю, что у вас он будет в жидкости находиться, сферическая аберрация будет меньше. Ну и второе наиболее правильное решение. Использовать объектив с подходящей иммерсией. Если вам по какой-то причине пришлось ваш объект держать в воде 1.33, то возьмите объектив тоже с водной иммерсией. Смотрите, что произойдет. Здесь у нас действительно будет преломление при переходе в покровное стекло, но в выходе из покровного стекла в воду у нас будет преломление обратное. Вот эти углы окажутся одинаковыми. То есть, если бы мы продлили с вами этот луч, мы увидели, что объектив видит точку здесь, а не здесь, но этот угол 1 и 2 одинаковые. Ведь мы при этом не привносим сферической аберрации, мы не теряем разрешение, и в случае реконструкции мы получаем вот такой красивый сферический объект. То, что мы с вами увидели, это классические случаи в микроскопии, называемые несовпадения индексов преломления. Когда индекс преломления среды, в которой заключен препарат, и иммерсионные среды для объектива сильно различаются. По поводу объектива мы с вами уже поговорили. Более-менее понятны все его характеристики. Конденсор. У конденсора также есть числовая апертура, то есть его способность собирать цвет, и его способность отвечает наш препарат под разными углами. Современные конденсоры обычно состоят из нескольких частей. Это вот, скажем, такой конденсор, который подходит для работы с малыми увеличениями, дает большое поле зрения на препарате. Скажем, вы можете работать на препарате с объективом даже однократа, и весь препарат будет освещен. Но для того, чтобы получить хорошее изображение на больших увеличениях, вам нужно, чтобы числовая апертура вашего конденсора была больше. Если вы работаете, скажем, на объективе 20 крат, то вам нужно освещать меньшее поле, но желательно, чтобы было под большими углами. И тогда на вашем конденсоре может оказаться вот такая вторая линзочка, которую можно на этот конденсор при помощи этой ручки, поворачивая ее, условно говоря, набросить. Нижний конденсор, так называемый конденсор, А, Б. Ну, а конденсор, если вы накинете на него вот эту линзочку, будет называться уже ахроматическим конденсором или апланатическим конденсором, ради всего этого качества. Внизу, как видите, у него есть апертурная диафрагма, которая размечена в неких единицах. Очень часто сейчас конденсор выполняется в едином блоке с каруселикой светофильтров, или сюда можно положить специальные объекты для различных вариантов контрастирования, фазового контраста, дифференциально-интернационного контраста. Для светофильтров остается вот такое вот гнездышко. И вот эта вся конструкция находится, естественно, у нас под столиком. Обратите внимание вот на эту ручку. Это как раз та ручка, которая позволяет вам весь конденсор двигать вверх или вниз. Таким образом, на данном микроскопе вот эта вот часть – это апертурная диафрагма, вот это вот серебристое колечко – это переключение вот этого диска с дополнительными элементами, вот это место – это место для установки дополнительных светофильтров, если они нам понадобятся, ну и вот два вот таких винтика небольших. Это возможность смещать конденсор в противоположных направлениях, для того, чтобы можно было находящуюся ниже, вот здесь вот, полевую диафрагму совместить с вашим конденсором, выровнять ее по полю зрения. Последняя часть, которую я вам остался рассмотреть, это окуляры. Напомню, что их задача – сформировать расходящийся пучок лучей и дополнительно увеличить получившееся изображение. Что на окулярах бывает подписано, что нам бывает важно? Ну, во-первых, здесь на окулярах написано «План», то есть у них исправлена кривизна поля, ну и, скорее всего, бочка-подушка. Дальше, увеличение окуляра – здесь 10, поле зрения окуляра – 25, то есть какую часть увеличенного изображения реального от объектива промежуточного этот окуляр способен увидеть, то есть насколько комфортно с ним будет работать. Ну, наиболее частое значение – 21, 22, 23, 25. Некоторые фирмы умудряются сделать, скажем, 27. Конечно, на 21 работать не очень удобно, 23, 25 уже вполне прилично, 27, ну, от 25 не сильно отличается, хотя стоит сильно дороже. А вот то, на что нужно еще обратить внимание, это вот здесь, посмотрите, есть такие отчечки и буковка «М». Плюс у этих окуляров есть вот такая вот резиновая или пластиковая часть, которую можно снять. И тогда расстояние от окуляра до глаза станет сильно больше, и это означает, что эти окуляры можно использовать вместе с очками. Снимаете вот этот ободок, видите, снимается целиком. И можно использовать обычные очки для того, чтобы работать с микроскопом, их не снимая, что бывает очень удобно. Кроме этого, здесь есть подстроечный такой поясок, который позволяет немножечко регулировать диоптрии вашего окуляра для подстройки уже на зрение. Что нужно отметить дополнительно? Это то, что разрешение микроскопа у нас в основном определяется числовой апертурой его объектива. И, в принципе, мы, конечно, можем сделать безумное увеличение нашего микроскопа, но во многих случаях это увеличение будет, ну, так, что называется, пустым или лишним. Обратите внимание на две картинки внизу слайда. Как видите, увеличение на этих картинках одинаково, а вот разрешение, посмотрите на детали, находящиеся вот здесь, сильно различается. Эти картинки можно снять, взяв, например, два объектива, скажем, пускай у вас будет объектив 40-й и, скажем, объектив 20-й с разной числовой апертурой. Или даже лучше, пускай у вас будет два 20-х объектива, один, скажем, с апертурой плохенький 0,4, другой, скажем, с апертурой 0,9. Понятно, что увеличение у вас дальше не меняется. Увеличение окуляров у вас, например, тоже 10 крат, то есть общее увеличение вашего микроскопа 200 крат, а вот числовая апертура объектива 0,4 и 0,9. Ну и понятно, что при малой числовой апертуре вы получите вот такую картинку. При большой числовой апертуре вот такую. Вопрос, имеет ли смысл вот такое большое увеличение, при том, что разрешение картинки невысоко? Наверное, не имеет. И нам нужно некое правило, которое позволит нам понять, вообще мы работаем с нормальным увеличением или увеличим уже просто пустые детали. И есть неписанное правило, такое эмпирическое, что чтобы определить правильное увеличение, нам нужно, чтобы общее увеличение нашего микроскопа лежало в пределах от 500 до 1000 значений числовой апертуры выбранного объектива. Например, если у нас числовая апертура объектива 0,1, то понятно, что от 50 до 100 крат это максимальное увеличение, которое мы можем получить. Если же у нашего объектива числовая апертура равна 1, то от 500 до 1000 крат увеличение общего нашего микроскопа вполне возможно. Таким образом, подбор, как видите, окуляров, он имеет свои особенности, на которых нужно было остановиться. Но на большинстве современных микроскопов у вас в комплекте идет только один набор окуляров, скажем, 10-кратный. И тогда вы можете понять вообще, насколько они подходят под имеющиеся ваши объективы. Ну и давайте теперь посмотрим последнюю тему, которую нам нужно освоить. Это разрешение нашего микроскопа. Для описания разрешения нам придется немножечко вспомнить волновую оптику, уже не геометрическую. И одно из понятий волновой оптики – это так называемая дифракция света на апертурах. Предположим, что у нас есть некая стеночка с отверстием, у нас есть некая волна света от бесконечно удаленного объекта, поэтому она для нас практически параллельная. Но проходя через вот такое отверстие, волна будет как бы цепляться своими краями за вот это вот отверстие. Будет происходить дифракция. При том, что по принципу Гюгенса, каждая точка этой волны является источником, условно говоря, вторичных волн, получится, что если мы теперь возьмем, например, яркий солнечный день, темную штору, в которой будет вот такое небольшое отверстие, и посмотрим на зайчик света, который через эту штору будет проникать на стенку, расходящуюся достаточно далеко. Мы увидим вот такую картину. У нас есть центральный участок, яркий, дальше темное поле, дальше еще кольцо яркое, дальше темное поле, опять яркое кольцо. Это так называемая дифракционная картина, и вот этот диск центральный, самый яркий, если мы нарисуем это в виде графика трехмерного, вот он здесь представлен, это так называемый диск ARI, центральная часть функции это распределение, занимающая где-то 84% яркости. Понятно, что если у нас будут детали какие-то меньше вот этой функции распределения, у нас был точечный источник света бесконечно удаленный, то, соответственно, изображение его должно быть точечным, бесконечно малым. Но получили мы с вами точку с какими-то размерами определенными. Если у нас теперь будет два таких источника, расположенных близко друг к другу, то можем их не увидеть. Они могут дать нам одну такую картинку распределения. То есть они могут быть, конечно, немножечко сдвинуты. Но, как видите, настолько сильно перекрываться, что разрешение мы с вами увидеть не сможем. И на самом деле, как ни странно, на то, насколько хорошее разрешение будет у нас получаться, будет влиять размер вот этого отверстия. Если мы будем увеличивать, то, в принципе, мы могли бы получить с вами чуть-чуть лучшее разрешение. Давайте посмотрим на это уже на нашем микроскопе. Предположим, что у нас есть пока только объектив. И за объективом у нас стоит некая апертура. У нас есть точечный источник света, от которого расходятся лучи во всех направлениях. Но для простоты мы с вами нарисуем только два луча. И понятно, что в случае, если бы у нас не было вот такой апертуры, то каждая точка этих лучей у нас была бы когерентна. Она бы шла вот так вот ровно бы. И, в принципе, дала бы здесь еще небольшую картинку. С другой стороны, так как у нас с вами после линзы лучи должны сходиться, то, естественно, фронт волны у нас будет иметь вот такую форму. Плюс, проходя через вот эту апертуру, он еще будет немножечко искривляться. Но самое важное, что после этой апертуры, даже если мы будем смотреть на дифракцию, у нас останется вот такой фронт волны, который мы, в принципе, с вами апертурой обрезали. И давайте чисто геометрически построим от каждой точки этого фронта волны, давайте другой цвет возьмем, скажем, зеленый, до нашей центральной точки на экране, куда он должен спроецироваться, отдельные лучи, учитывая, сколько у нас будет для этой волны минимумов и максимумов. Понятно, что из этих двух точек у нас эти две волны должны прийти софазно, чтобы здесь была складывающаяся конструктивная интерференция, чтобы здесь было яркое пятно. Давайте теперь посмотрим для этих же двух точек, если мы попытаемся провести лучи, а мы с вами говорим, что по принципу Гюнса любая точка волны у нас является вторичным источником волн, поэтому мы здесь ничего не нарушаем, вот, например, для этой точки экрана. И посмотрите, разница в длинах путей, которые мы провели, придет к тому, что как раз вот эти два луча придут на экран полностью в противофазе. Ну, а мы знаем, что если у нас две какие-то, два каких-то луча идут в полной противофазе, то сложив их энергию, мы получим на самом деле ноль. То есть это как раз наш вот этот первый минимум на картине дифракционный, где мы ничего не увидим. Дальше, если мы сюда продлим наши лучи, мы опять увидим, что какая-то часть их сходится, у нас здесь будет некий максимум, минимум, максимум и так далее. Но давайте попробуем открыть теперь апертуру и построить все то же самое для точек, находящихся на этой сферической волне, более разнесенных. Окажется, что мы теперь получили вот такую полное расхождение по фазе, абсолютно строгое, то для такой открытой апертуры это расстояние от первого максимума до первого минимума будет гораздо меньше. Посмотрите, какое оно было здесь, какое оно было здесь. Видно, что здесь оно очень большое, ну, а здесь оно значительно меньше. Таким образом, чисто геометрически мы смогли с вами увидеть, что разрешение нашего микроскопа будет зависеть от размера вот этой апертуры. И чем она будет меньше, тем разрешение будет хуже. А, собственно говоря, что это? Давайте посмотрим теперь на то, под каким углом наши объективы собирали лучи от нашего препарата. Поставим ли мы здесь апертуру или ограничим каким-то образом здесь лучи, разницы никакой нет. Но чем меньше вот этот набор лучей, тем меньше этот угол. Для этого, например, состояние он вот такой, альфа-1. А для этого он, посмотрите, какой громадный, пускай это будет альфа-2. То для этого случая мы получим разрешение лучше, чем для вот этого случая. Становится понятно, что как раз числовая апертура объектива, то есть вот эта вот мера от этого угла до нормали, она и будет определять то, насколько маленьким будет вот этот вот наш пик. Насколько высоким у нас будет разрешение, насколько мелкие детали мы с вами сможем увидеть. Ну и говоря чуть-чуть дальше о разрешении, давайте посмотрим на это же с другой стороны. В принципе, мы можем в виде тестового объекта в наш микроскоп положить не наш эпилогический объект, а, например, периодическую решетку, дифракционную решетку обычно. И понятно из школьной физики, что если мы на нее будем подавать теперь лучи параллельные, то через дифракционную решетку какие-то лучи пройдут так называемый нулевой порядок без изменений. Но в то же самое время на дифракционной решетке часть лучей у нас с вами отклонится на определенный угол, который зависит от длины волны и от расстояния хода самой решетки. Причем таких лучей может быть несколько. На одну длину волны, на две длины волны, зелененькие здесь были, на три длины волны, фиолетовенькие, и так далее. То есть получается, что с нашего объекта лучи на нем подвергаются дифракции. И мы взяли просто дифракционную решетку, чтобы было проще, потому что на ней это упорядочено. Как это можно попробовать посмотреть в другом виде? Предположим, у нас есть некая ванночка с водой. Мы поставили здесь такую дамбу, где у нас, собственно говоря, также сделана решетка. Посмотрите, что у нас происходит. У нас есть лучи, идущие полностью в одинаковой фазе, то есть конструктивная интерференция. У нас есть случаи, идущие полностью в противофазе, деструктивная интерференция. И опять. Не напоминает ли вам это картинку, которую мы с вами уже видели? Центральный диск R, ну и, соответственно, минимум максимума. К этому мы еще вернемся. Давайте теперь посмотрим, как в оптической системе будет строиться изображение вот такой дифракционной решетки. Лучи нулевого порядка у нас прошли вот так. Вот они собрались в свой фокус нулевого порядка, и вот они пришли в эти точки на экране. Но с другой стороны, так как здесь числовая апертура для вот этих единственных лучей, она, в принципе, очень мала, они придут на экран очень сильно расфокусированными. И, в принципе, если мы соберем только лучи нулевого порядка, никакого изображения мы с вами не получим. У нас будет просто засвечен экран. С другой стороны, если мы теперь собираем еще и лучи, скажем, первого порядка, у нас получится фокус первого порядка, вот точка, где они перешли. И эти лучи придут в эти места в том же самом совершенно режиме, когерентно, и сложатся. Это у нас будут яркие точки. В точки, которые находятся вот здесь, между ними эти два луча придут в противофазе. И эти точки у нас будут минимумы. То есть у нас получится тогда яркость меньше, больше, меньше, больше, меньше, больше. А мы с вами получили как раз картинку вот нашей дифракционной решетки. Вот эта картинка яркостная. То есть получается, что чтобы картинку могли сформировать, нам нужно собрать как минимум два порядка лучей. Нулевой и первый, два первых, первый и второй, первый и нулевой, как хотите. И только в случае, если у нас при попадании на экран произойдет конструктивная и деструктивная интерференция, мы с вами сможем увидеть тогда картинку нашей дифракционной решетки, и у нас будет разрешение достаточное, чтобы мы могли ее наблюдать. Давайте посмотрим, что происходит в апертурной плоскости, вот в этом вот месте. Да, где у нас должны быть фокусы разных порядков. В случае, если у нас не хватает разрешения нашего микроскопа, объектив нам не позволяет это увидеть. Вот мы с вами что видим. Здесь у нас только нулевой порядок лучей. И понятно, картинку мы никакую с вами не получаем. Возьмем объектив с большей числовой апертурой. Кроме нулевого порядка лучей, у нас еще первые порядки лучей появились. Вот они, раз и два. И мы уже видим картинку нашей дифракционной решетки. Хотя она, конечно, нельзя сказать, что очень четкая. Другое дело, разрешение получено. Можем говорить о форме объекта. Берем еще лучший объектив. Здесь у нас первая, вторая. Лучшая картинка получается. Берем объектив, скажем, 1.47. Совсем хорошая числовая апертура. И первая, вторая, третья. Но, чтобы мы смогли получить изображение, нам достаточно любые два порядка. Скажем, нулевой и первой. Если мы их получили, мы с вами уже получим с вами изображение. И становится понятно, что на самом деле нам важно теперь не только то, какой числовой апертурой у нас обладает наш объектив, но и какой числовой апертурой у нас обладает конденсор. Такими углами мы с вами освещаем наш препарат. Ну, а характеризовать на самом деле разрешение мы можем вот по такой формуле. Более подробно разбирать будем в отдельном курсе. Для нашей задачи сейчас можем представить, насколько мелкие объекты и на каком расстоянии находящиеся. Но по помощи нашего микроскопа мы можем различить как два отдельных объекта. Альфа, гамма, извините, лямбда. Лямбда в данном случае это длина волны света, которую мы используем для освещения. Числовая апертура, вот здесь, где 2NA, это числовая апертура нашего объектива. Ну, и на самом деле, если у нас числовая апертура нашего объектива и конденсора равны, либо числовая апертура конденсора больше, чем числовая апертура объектива, то мы можем эту формулу упростить вот до такого значения. Соответственно, 0,61 лямбда на числовую апертуру объектива. В этом случае две точки у нас будут располагаться друг от друга на таком расстоянии, что максимум первый будет приходиться на дифракционный минимум второй точки или дальше. Давайте посмотрим на картинки. Здесь у нас есть две точки, но они находятся очень близко друг к другу, и мы их не можем различить как отдельные точки. К сожалению, нам не хватает такой возможности. Вторая картинка. Эти точки находятся как раз на таком расстоянии, которое мы вычислили по этой формуле. И это означает, что мы можем эти две точки в принципе посчитать как отдельные точки. Ну, и если у нас это расстояние больше, то эти две точки мы уже абсолютно точно можем сочетать как раздельные точки на нашем изображении. Таким образом, при помощи этой нехитрой формулы мы можем с вами посчитать теоретическое разрешение нашего микроскопа. И еще раз обращу внимание, что эта формула в таком виде действительно, когда числовая апертура конденсора равна или больше числовой апертуры объектива. В случае же, если у нас ситуация другая, если у нас конденсор имеет меньшую числовую апертуру, нам придется использовать другую формулу. Вот такую. Нам придется сложить с вами числовую апертуру конденсора и объектива. Почему это происходит? Давайте подумаем. Предположим, что у нас есть объект такой же, как дифракционная решетка, ровно, и мы его освещаем с вами, скажем, лучом, идущим снизу, абсолютно коллимированным, и получаем в нашей апертурной плоскости нулевой порядок лучей, сфокусировавшийся, и первый порядок лучей. Но наш объектив недостаточно большую числовую апертуру имеет, и, соответственно, вот это максимумы мы просто не собираем. Как мы уже говорили, если мы собираем только один порядок лучей, никакого изображения с нулевой порядка лучей одного мы не получим. А что, если мы теперь сделаем хитрую вещь? Будем освещать ту же самую нашу дифракционную решетку, но под какими-то углами. Вот такой угол, например, выберем. Это будет означать, что у нас наш нулевой порядок сместится в плоскости нашей апертурной вот сюда. Но это позволит и первому порядку тогда расстояние, вот это осталось тем же самым. Опять же, в нашу апертуру попасть. И мы теперь эту решетку дифракционную, которая в случае освещения только каллимированным пучком лучей, мы бы не увидели, собрав только нулевой порядок. Здесь собираем нулевой и первый порядок, пускай у нас только он слева, но все равно. И это позволяет нам сформировать уже изображение, получить разрешение. Понятно, почему конденсор нам в этом случае нужно тогда учитывать отдельно. где регулируется угол, под которым приходит наш препарат лучи. Это вот эта вот апертурная диафрагма, находящаяся у нас как раз вот под конденсором. Вот оно. И понятно, что если мы будем с вами закрывать, то угол лучей, которые мы будем освещать, будет уменьшаться. Если мы окончательно закроем, у нас будут только лучи, идущие абсолютно под одним вот таким вот углом. И тогда, конечно, разрешение будет сильно падать. Что нужно еще отметить? Пока мы поговорили о том, что апертурная диафрагма влияет только на один компонент, на разрешение. И действительно, открытая апертурная диафрагма это высокое разрешение нашего микроскопа. Закрытая диафрагма это низкое разрешение. Но все было бы очень просто, если бы другие параметры при этом не страдали. При открытой апертурной диафрагме у нас, к сожалению, возникает весьма невысокий контраст нашего изображения. Как вы помните, что мы могли распознать два объекта, кроме разрешения теоретического, нам нужно, чтобы контрастность была достаточной, чтобы наш глаз позволил эти объекты увидеть как отдельные. И если у нас будет теоретическое разрешение высокое, а контраста не хватает, чтобы его увидеть, понятно, что говорить о том, что мы получили это разрешение невозможно. Контрастности не хватит. Плюс, при открытой апертурной диафрагме любые аберрации, дисторсии, которые у нас могут быть, они больше. Плюс, побочный свет возникает, который, например, может отражаться от ободка нашего объектива, попадать обратно, соответственно, менять нам контрастность, ухудшать ее. То есть, открытая апертурная диафрагма решение, конечно, проблем высокого разрешения, но в обмен на низкий контраст, не скомпенсированная аберрация и так далее. Что такое закрытая апертурная диафрагма? Да, мы потеряли с вами разрешение, но при этом максимальный контраст, который можно получить, если у нас объект, наверное, прозрачный, клетка неокрашенная или срез неокрашенный, то просто закрыв апертурную диафрагму, потеряв очень сильно разрешение, мы можем выиграть в контрастности так, что даже увидим этот прозрачный объект. Плюс, компенсация многих аберраций. Ну, соответственно, яркость и разрешение теряется. И еще один важный момент, а именно так называемая глубина резкости. Наверняка обращали внимание, что если вы работаете с одним и тем же препаратом, меняя объективы, меняя чаще всего увеличение объективов, а заодно и числовую апертуру их, на маленьком увеличении или на малой числовой апертуре, чтобы более грамотно говорить, вы видели весь ваш достаточно толстый, скажем, 12 микрон препарат, который можно изготовить с парафиновых срезов, весь резко в фокусе. И верхнюю часть, и нижнюю часть, то есть все клетки, лежащие в несколько слоев, у вас были одновременно хорошо резко видны. Вы переставили, например, ваш револьвер объективов на 40-й объектив, числовой апертурой, скажем, 0,9, воздушный, безиммерсионный. И вы получили ситуацию, когда вы теперь не можете навестись на резкость так, чтобы были видны все клетки. Вы видите, как бы слой из вашего объекта, а то, что выше и ниже, расфокусировано. И это вот как раз глубина резкости. В некоторых случаях это может мешать. И на самом деле еще один параметр, на который будет влиять числовая апертура вашего микроскопа, это как раз глубина резкости. Открытая апертурная диафрагма будет означать, что у вас глубина резкости будет маленькая. Картинка, которая это демонстрирует, вот здесь приведена. Хотя это и фотография, а не микроскоп, все то же самое. Почему такое происходит? Вот эта функция рассеивания точки, единичная, то, что мы рисовали для единичного источника, в случае какого-то объекта, находящегося в фокусе, она очень небольшая. И если вот этот квадратик, это, скажем, квадратик вашей матрицы, пиксель, или, скажем, один фоторецептор вашего глаза, как видите, вся эта функция, ее максимум, и первичный, и вторичный, уложилась на один квадратик, на один элемент. А для какой-то точки на заднем фоне функция рассеяния точки меняется, и посмотрите, она уже попадает аж на целых девять отдельных точек нашего детектора. И, естественно, за счет этого происходит вот такое вот размытие. С другой стороны, если мы с вами закроем апертурную диафрагму, прикроем, вернее, уменьшим ее, действительно, у нас эти две функции рассеяния точки все равно будут различаться. Но и в этом случае, когда оно ровно в фокусе, и в этом случае, когда мы говорим о каком-то заднем фоне, максимум этих наших функций рассеяния точки все равно попало всего на один детектор. Пускай будет точка камеры или несколько отдельных фоторецепторов нашего глаза. Что это означает? Это означает, что для нас обе эти точки будут казаться одинаково хорошо сфокусированными. Ну, если кто-то занимается фотографией, наверняка помнит, что если открыть апертурную диафрагму фотоаппарата, вы получите вот такую замечательную портретную съемку, где вы можете что-то снять вообще на неприглядном фоне. Если же вы вашу апертурную диафрагму закроете, вы можете получить вот такое вот изображение, где у вас в фокусе и фон, и ваше изображение на переднем плане прекрасно одинаково видны. Таким образом, мы с вами рассмотрели строение обычного микроскопа проходящего света составного. Мы с вами описали разрешение и контрастность. Мы с вами поговорили о том, как правильно настроить микроскоп по келлеру, чтобы у нас освещение было равномерным. Мы с вами поговорили о разрешении микроскопа, как его можно посчитать и какие отдельные компоненты на него влияют. И мы с вами увидели, что апертурная диафрагма, находящаяся под конденсором, влияет на очень большое количество параметров. Кроме этого, мы с вами поговорили об иммерсии, о дисторсиях, которые при этом могут и аберрациях возникать, и о характеризовании каждый отдельный элемент нашего микроскопа до определенных значений. На этом наша сегодняшняя лекция завершена. Следующая лекция у нас будет по флюоресцентной микроскопии, то есть это будет уже не проходящий свет, а эпифлюоресценции. Мы поговорим о подборе флуорохромов, о некоторых подводных камнях, которые при этом происходят, о том, как с точки зрения инженерной организован такой микроскоп флюоресцентный. Ну и дальше нам останется еще две лекции. Одна из них будет про специализированные микроскопы, например, микродиссекторы и так далее. И еще одна лекция про современное развитие гистотехники. Ну а эта лекция завершена. Спасибо за внимание до следующей лекции.